На ОТС время спортобзора в студии Александра Ширудила. Здравствуйте! В этом выпуске расскажем о победах спортсменов Новосибирской области в плавании и единоборствах, а также поговорим о мужском баскетболе. Уверенная победа на крупном турнире. Новосибирский боец Максим Сульгин завершает восстановление после выступления в битве чемпионов. Мастер тайского бокса одолел своего соперника, представителя кикбоксинга и получил заветный пояс чемпиона. Увесистая награда для победителя. Массивный пояс, традиционный для единоборств, дополнен еще и кубком битвы чемпионов. Уже 11-й турнир Российского союза боевых искусств проходил в формате школа против школы. Это значит, на ринге друг к другу противостояли представители разных дисциплин и стилей. Максим Сульгин, мастер тайского бокса из Новосибирска, вышел против волгоградского кикбоксера Яниса Будагова. Это так особо акцент не делали, кикбоксер, не кикбоксер. Просто, ну я же и в кикбоксинге выступаю тоже. Ну, посмотрели его бои, основные сильные стороны разобрали. Предположили, в чем моя слабость, из-за чего он меня может победить. Ну, у него шанс был только, если он на передвижениях быстро двигался бы, меня там встречал и уходил быстро, проваливал, чтобы я его не мог догнать прямо и попасть по нему. Приглашение участвовать в турнире Максим принял примерно за год до поединка. Скорректировал свой план и вел полномерную подготовку. Вместе с тренером Игорем Петровым главный акцент делали на тактику и отрабатывали различные варианты ведения боя. Три недели проходил в городе Екатеринбург в клубе Архангел Михаил. Там ребят много, спарринг-партнеров. Хорошо они там по ММА выступают, боксеры. Было с кем поспарринговаться. Там хорошие условия для нас, для тренировок. Когда уезжаешь, все равно там как бы уже тренировочный лагерь, не отвлекаешься, сконцентрировано все. Только тренировки, отдых. На ринге в противостоянии с титулованным под стать себе соперником Максим оказался хозяином положения. После первого раунда, в котором сибиряк присматривался к оппоненту, Сульгин постепенно стал накручивать темп, с которым волгоградский кикбоксер не справился. За счет того, что он классический кикбоксер, я его часто брал в клинч, удары коленями по корпусу наносил. Так для зрителей особо не видно эти удары. Они вроде там, ну бьешь да бьешь, а тут раз, два, три попал, точки, селезвенка, печень там, все, и уже не очень хорошо дышится. А когда на тебя еще без остановки идут, то вообще не очень. Досрочно завершить поединок не удалось, хотя дело было близко к этому. Но, тем не менее, победа Максима получилась уверенной. Теперь, после недели восстановления, новосибирец вновь приступает к тренировкам. Рассчитывает на бой в декабре, а в марте готовится выступить на чемпионате России. Турнир в Сочи в случае победы даст Максиму путевку на чемпионат мира и третью попытку добраться до звания сильнейшего тайбоксера на планете. Семь медалей на троих на этапе Кубка мира в Казани новосибирские пловцы показали блестящий результат. Главным добытчиком наград высшего достоинства стала Арина Суркова. Сибирячка не только трижды поднималась на пьедестал почета, но и установила новый рекорд России на 50-метровке батерфляем. Вторая личная награда досталась спортсменке в той же дисциплине, на дистанции вдвое длиннее. Кроме того, подопечная Александра Мартынова стала лучшей в составе российской четверки в комбинированной эстафете на 100-метровке. Свои три медали завоевал и Владимир Морозов, лишь нынешней осенью возобновивший свои выступления за Новосибирскую область. Уроженец Кольцова стал победителем, заплывав вольным стилем и на спине на 50 метров, а на 100-метровке стал вторым, уступив другому вольнику Владиславу Гринёву. Единственная бронзовая награда сибиряков на счету Виталины Симоновой на 200-метровке брасом. Провальное начало сезона баскетбольного Новосибирска продолжается. Обновленная команда Владимира Певнева в шестом туре Суперлиги принимала на своей площадке клуб «Уфимец» и потерпела свое пятое поражение – 59-68. Гости сумели выиграть три четверти. Особенно внушительный рывок удался им перед большим перерывом, когда «Уфимец» обеспечил себе преимущество в 15 очков. Новосибирцы сумели собраться и показать качественный баскетбол лишь в заключительном отрезке, отыграв 9 баллов отставания. Но для победы этого явно было мало. Поиск своей игры и стабильности в Новосибирске продолжается, а меж тем в таблице команда Владимира Певнева располагается на 14-м месте, опережая лишь «Урал» и подмосковные «Химки». Отставание от зоны плей-офф не критичное – всего два очка. Но для исправления ситуации клубу нужны кардинальные перемены в игре. На этом у меня все. Оставайтесь вместе со «Спортобзором», подписавшись на аккаунты программы в социальных сетях. В студии работал Александр Ширудила. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok